Иностранцы в северных краях – редкие гости. Чаще они прилетают на Ямал на нефтяные и газовые месторождения для переговоров или заключения договоров на поставку природного сырья. Герой следующего сюжета хоть и работает проектировщиком трубопроводов, но его цель приезда на Крайний Север совсем не связана с работой. Знакомство испанского байкера Хулио Лискана с Крайним Севером началось с проезда по понтонно-мостовой переправе. На плавные баржи иностранного гостя не удивили. Такие конструкции через реки он уже встречал во время путешествий по России. Кроме этого, на своем японском чопере Кавасаки-вулкан Хулио объездил всю Европу и побывал в странах Средней Азии. Именно там он узнал о полярном круге. Будучи в Испании, я смотрел на карту и думал, куда можно поехать в мае, вернувшись в Россию. У меня есть несколько друзей в Екатеринбурге и Новосибирске. В прошлом году появились друзья в Казахстане. Они рассказали мне о Стелле, которую обязательно должны посетить настоящие путешественники. Я сделал все возможное, чтобы приехать сюда. Конечно, такая встреча вызвала огромный интерес у уренгойских мотоциклистов. Общались на английском, уровень у всех разный, но понимание было. Да и сам испанец немного говорит по-русски. 90 километров пути в сопровождении поселковых мотобратьев. И вот она, точка Северного полярного круга. Хулио всегда в поездке берет с собой камеру, чтобы потом рассказывать о путешествиях в интернете. Вот и сейчас он сделал запись для своего видеоблога. Приехать на полярную стеллу значит пройти посвящение севером. А чтобы иностранный гость запомнил эту поездку надолго, уренгойские байкеры подготовили для него развлекательную программу по русским и ямальским традициям. Матрешка в память о России. Котлеты из оленины и строганина из замороженного щекура. Сырую рыбу Хулио пробовал впервые в жизни. Это совсем другой способ употребления рыбы. Обычно мы в Испании едим копченую рыбу. И по вкусу они совершенно разные. Мы никогда не едим только что пойманную рыбу из реки. Мы режем ее на кусочки и готовим. Свитер с оленями тоже будет напоминать гостю о поездке на Ямал. Такого теплого приема он не ожидал. А президент Нурбайк-клуба отметил, что Хулио не первый иностранный мотоциклист, побывавший на севере. В прошлом году делали мотополярник. Это на Ямбургской стеле. Там были из Польши, из Англии были. Так что наша стела. У нас тоже был поляк, приезжал. Кто еще у нас? Француз был. Это года три назад. Так что у нас тоже неплохо. Полярный круг – не последняя ямальская локация у испанского путешественника. После Уренгоя 32-летний байкер отправится в Надым, где хочет своими глазами увидеть остатки знаменитой сталинской железнодорожной стройки. Затем я вернусь в Новосибирск, откуда в июне поеду в Монголию. В июле попробую доехать до Магадана, Владивостока, а также до Южных Курил и Японии. Если получится и хватит денег.